Детские сады Детские сады От государственно-частного партнерства выигрывают все, учреждения получают финансирование, а родители устраивают своих детей в коммерческие сады и платят как за обычное бюджетное место. У нас сегодня в программе порядка 400 детей из очереди находятся в частных детских садах именно по программе субсидирования таких расходов. Хотелось бы, чтобы не боялся предприниматель, не кошмарился от того, как нужно получать лицензию, как нужно организовывать эту деятельность. Готовы оказать содействие администрации и Министерства образования Московской области. По словам химкинского депутата Натальи Конегиной, особо острый вопрос нехватки детских садов стоит в микрорайоне Левобережный. У нас очень много многодетных семей и проблема нехватки мест, наверное, для нашего учреждения более глобальная, чем для всех остальных. Поэтому то предложение, которое выносит администрация, когда родитель оплачивает частично пребывание своего ребенка в частном детском саду, это очень здорово. То есть это разгрузит очередь детей. Например, разгрузить очередь в детские сады помогло это дошкольное учреждение в Новогорске с углубленным изучением английского языка. На сегодняшний день в центре обучают и воспитывают на бюджетных местах 60 детей. По словам родителей, педагоги здесь одинаково относятся ко всем детям. В тех учреждениях, где эту программу уже реализуют, отмечают, что партнерство с администрацией города оказалось выгодным. Мы посмотрели на все соглашения, на все финансовые условия, которые нам предлагает государство в рамках программы «Подмосковье». И понимаем о том, что эти условия достаточно приемлемы для развития нашего бизнеса. На сегодняшний день в Химках работают 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 31 отделение для маленьких детей в школах и 5 частных детских садов. Продолжение следует...